Уважаемые участники и гости библиотечной столицы 2017, а мы переходим к пленарной части мероприятия. Тема пленарного заседания «Библиотечная инноватика как ресурс социокультурного развития региона». И первое слово для тематического выступления вновь предоставляется Ирине Владимировне Гребешковой. — Культурная столица, культурный потенциал, наши возможности, которые у нас есть, которые мы пытаемся сохранять, развивать, использовать в своей работе. Коротко я расскажу сейчас об этом, конечно, в своем выступлении. Обозначу только какие-то самые видимые и значимые, наверное, вещи. Ну, уже одно то, что Тихвин в этом году назначен в библиотечной столице, говорит о том мощном историческо-культурном потенциале, который заложен в нашем городе, в его человеческих ресурсах. И для этого у нас есть и возможности, и желания. Культурное пространство является одним из важнейших факторов, обеспечивающих, собственно говоря, главную задачу культурной политики. Это вовлечение личности в общество, интеграция в этом обществе. Именно культурный ландшафт, исторический опыт, закрепленный в мифах, легендах, ритуалах и обычаях, помогает формировать идентичность человека и дождественность какой-нибудь из социальных групп, с которыми он себя ассоциирует. Поэтому для нас является, собственно, главной задачей, задачей сохранения, формирования культурно-исторического пространства, возможностей, умения использовать эти культурные возможности этой территории, отбирать познавательные траектории, интегрировать их вместе. И вот эта интеграция, мы надеемся, и дает тот желаемый результат, к которому мы идем все вместе. Конечно, нам повезло. Мы живем в городе с многовековой традицией, который известен уже на протяжении нескольких столетий. И, конечно, за это время этот город дал стране, миру, целую прияту замечательных имен людей, которые только умножали ее богатство и славили ее славу. Извините за такую статологию. Это известные имена, такие как Римский Курсаков, Заполоский, Бридников, Мартвинов, Лохвицкие, Витты, которые тоже связаны с нашим городом. В общем-то, этот ряд можно продолжать еще и долго. Это их наследие в городе сохраняется, поддерживается и популяризируется. На территории Тихлина, Тихвинского района, конечно, расположена масса памятников разного уровня, разного значения, разной известности, но от этого не менее нам дорогих. Такие, как и самые известные бренды Тихвинский Успенский монастырь, и менее известные, такие, например, как Полковая церковь, ну, тихвинцы знают об этом, Спасо-Преображенский собор, собор городской, в котором когда-то венчалась «Надежда Лохвицкая, будущее ТЭФИ». Это и почтовая станция, в которой останавливаются Достоевские декабристы. Это и район, который поддерживает такие же свои точки важные для своей культурной составляющей. Вы буквально вчера были в ближайшем районе, где находится Вепский лес. Наш природный парк, который используется как экологическая тропа, туристическая тропа. И там же находятся знаменитые объекты Баказа, и Успенская часовня, и водопад, и так называемый дом Прянин. Безусловно, это многое другое. Ну, вот буквально здесь у нас на слайдах дом Пца-Воложкинского, который тоже знаменит и является примером архитектуры. Все это говорит об уникальной среде, которая есть в Тихвине, и о наших задач по ее, повторяю, сохранению и развитию. Развитие сферы культуры в Тихвинском районе проходит, естественно, по двум программам. В первую очередь, это программа развития сферы культуры в Тихвинском городском поселении, в Тихвинском районе. Общая составляющая суммарная примерно где-то около 90 миллионов за 2016 год. Конечно, мы пользуемся возможностями вхождения в программу развития культуры в Ленинградской области и проводим совместные фестивали, совместные форумы. На следующем слайде представлена сеть учреждений культуры района, куда входят. Муниципальное учреждение Тихвинско-централизованная библиотечная система с шестью филиалами. Муниципальное бюджетное учреждение библиотека социо-культурный центр ТЭФИ. Восемь культурно-досуговых учреждений на селе. И одно в городе муниципальное учреждение Тихвинский районный дом культуры с тремя филиалами. Два учреждения дополнительного образования детская школа искусств имени Римского-Корсакова и детская художественная школа, а также два наших партнера, де-юра, которые являются государственными учреждениями, но, конечно, наши друзья, без которых культурная палитра была бы абсолютно неполной. Это наш государственный дом-музей вине Римского-Корсакова и Тихвинский историко-мемориальный архитектурно-художественный музей. В учреждениях культуры нашего района действуют более двухсот формирований клубных любительских инклюзивных, которые занимаются почти три с половиной тысячи человек. Эта работа охватывает все слои, от школьников до людей третьего возраста, как теперь говорят. И в течение шестнадцатого года в учреждениях культуры Тихвинского района состоялось почти четыре с половиной тысячи мероприятий разного формата и разного уровня, которые по составляющей посетили более двухсот тысяч зрителей. Конечно, проводить такой массив мероприятий могут только люди, которые постоянно совершенствуются, постоянно работают над своим профессионализмом. И этому внимание уделяется достаточно серьезное. На протяжении многих лет в Тихвине работает школа профессионального мастерства, в которой занимаются специалисты разных областей культуры, не только Тихвина, но и Ленинградской области. Традиционные Тихвинские учреждения культуры становятся участниками и победителями ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». Так, например, в шестнадцатом году победителем Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» стал проект «Библиотечный дворе муниципального учреждения Тихинская центральная библиотечная система, с которой вы сегодня сможете познакомиться и увидеть. Важнейшим компонентом культурно-образовательного пространства является и событийный сегмент. Он наполняется как уже традиционными устойчивыми мероприятиями районного и российского уровня, такими как фестиваль «Красота земли Тихинской», конкурс фестиваля сельских поселений «Деревенька-Маяк», концерты колокольной музыки в Большом Успенском мужском монастыре, детско-юношеский и художественный фестиваль «Тихинский рель», фестиваль духовной и духовой джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине», фестиваль «Бедушка кукла былого к будущему». Так и появляются уже такие проекты международного уровня, которые возникают совсем недавно. Одним из наиболее уже значимых, известных проектов осуществляемых в Тихвине является, безусловно, международный оперный фестиваль имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Очередителями проекта являются Министерство культуры России, правительство Ленинградской области, администрация Тихвинского района. Генеральным директором и художественным руководителем фестиваля стала Народная артистка России, Народная артистка Украины, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Геркиева. Ежегодно в рамках фестиваля проходят галоконцерты с участием лучших солистов театров мира, мастер-классы, спектакли и разные формы. Так, например, в 2016 году состоялась литературно-музыкальная композиция, в которой принял участие народный артист Сергей Безруков. В прошлом году на 10-м международном конкурсе молодых оперных певцов приняли участие более 80 конкурсантов из 14 стран. Вот краткая география. Азербайджан, Бразилия, Болгария, Германия, Израиль, Казахстан, Китай, Монголия, Нидерланды, Белоруссия, Узбекистан, Южная Осетия, Украина, Россия. Во время рамках этого фестиваля проходит очень много событий, которые предназначены для разных пластов. И самая главная составляющая для меня – это детские концерты, детские представления. И, например, была показана, представлена одна артная опера «Маленький принц». Этот фестиваль живет, развивается, и уже в этом году в светлое пасхальное воскресенье 16 апреля в Тихинском дворце культуры в нашем состоялось открытие камерной программы 16-го Московского пасхального фестиваля, которое стартовало именно в Тихине, а потом продолжило свое движение по всей России. И были задействованы такие города, как Гатчина, Калининград, Москва, Тольятти, Ярославль, Якутск, Мурманск и так далее. Это продолжалось больше, более месяца. Что еще важное, хотелось бы мне ответить? То, что Тихин стал в последние годы достаточно удачным примером тесного и взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом и муниципальных властей. Результатом этого сотрудничества стало создание библиотеки социокультурного центра ЦТФМ, которую наверняка многие из вас видели, если нет, то вы еще сможете сегодня познакомиться. Это уникальное, в общем-то, проект для малого города, это уникальное пространство, в котором реализуются не только современные культурные практики, но и просветительские и образовательные проекты. В 2016 году в ТЭФе открыт доступ к информационным ресурсам президентской библиотеки имени Ельцина, имеющим научное и образовательное значение. В рамках совместного проекта с Государственным музеем истории религии было реализовано три направления. Программа для молодежи, посвященная религиям на территории России, для школьников, дом, в котором мы живем, и фото-выставка на Святой горе Афон. По итогам, конечно, ведется жесткий учет, статистика, и по итогам работы 2016 года количество читателей библиотек достигло более 17 тысяч. Ежегодно продолжает увеличиваться количество массовых мероприятий, проведенных именно сотрудниками библиотек. И опять-таки, по итогам 2016 года, это почти 2 тысячи, будучи там 1800, которые поселили, посетили более 33 тысячи человек. И поэтому, понятно, библиотека становится неким центром, центром микрорайонной жизни, центром жизни города. Они являются организаторами и инициаторами интереснейших культурных событий, таких, которые продолжаются уже много лет, даже, может, от десятилетий. Например, такие, как «Мардиновские чтения», которые сегодня здесь уже отмечались. Это литературный конкурс «Арсис». И, конечно, на новых площадках внедряются и новые технологии. То есть жизнь идет именно по спидрали с поступающим, поступательным движением вперед. Понять реализацию наших проектов, которые все время насыщаются на поле, помогает нам и в том числе наши партнеры, как я уже говорила. И вот этот дом культуры, в котором мы сейчас с вами находимся, после масштабной реконструкции он в 2011 году был открыт. И это позволило внести новую краску в нашу жизнь. У нас появилась площадка, где появилась многоклана из жанровых. То есть это и биреты, это и кинозал с кинопрокатом, это и серьезные спектакли, драматические. И это и наши конкурсы, фестивали, наши проекты, которые реализуем мы. И это не уменьшило наши работы. Наши работы нисколько не стало меньше, но это дало новые возможности. И технические, и видовые, и аудиовизуальные. В этих же рамках сотрудничества хотелось бы отметить, что за последние несколько лет властями города Ролена уделяется просто огромнейшее внимание благоустройству города. Мы с Людмилой Валентиной сегодня буквально пару раз перекинулись на эту тему. Как меняется облик города за последние годы. Так, у нас, благодаря поддержке и стратегического инвестора, вдоль Визитского ручья открыта рекреационная зона, на которой располагается огромная фестивальная площадка, пешеходные, велосипедные дорожки, смотровая площадка, реконструированы мостики в историческом центре города, восстановлен Тихвинский шлюз, немножко другой источник, укреплены берега реки Тихвинке. Ну, казалось бы, да, немножко разные направления, но мы прекрасно понимаем, что соформирование и опыта, и менталитета, и самочувствия, и именно вот той идентификации в обществе очень важно пространство, в котором мы живем. На слайде вы можете видеть то, что происходит сейчас, и то, что будет развиваться и дальше. В этом году это развитие происходит уже непосредственно в центре каждого микрорайона. Но имплантация этой данности, вот этого облика в культурный ландшафт позволила разработать нам новый, разработать и внедрить новый туристический маршрут, который называется «Пять столетий веры». Он уже был презентован. В рамках маршрута установлены информационные стенды и указатели. Истин-путеводитель. Разработана концепция сувенирной продукции и бренд-бука города. Ну, культурная жизнь Тихвина не замолкает и не утихает ни на минуту, ни на день. Сейчас мы опять в подготовке. Мы готовимся к масштабному событию, который состоится 8-9 июля. Это седьмые русские консельские дни. Мы буквально на финишной прямой. Поэтому, пользуясь случаем, я вас приглашаю посетить. Наш город будет много интересного, много необычного. И что для меня очень приятно, в любых таких проектах у нас всегда в библиотеке принимают самые активные участия. Это и литературные беседки, это и обмен мнениями, это и выступления. Всегда в центре этих событий находятся наши библиотеки. Все перечисленное выше я для себя называла вот это культурно-социальной плацентой, в которой мы живем, где мы формируемся и познаем тот социальный опыт. В этом пространстве мы учимся воспринимать сложные жизненные явления, сглаживать проявления социальной и материальной стратификации, формировать гуманистическую направленность. А это, наверное, самое главное предназначение библиотеки, как того, я не хочу сказать, это заведение, того формирования, того симбиоза, который несет вот этот самый главный потенциал. Поэтому еще раз спасибо большое всем, кто принял участие. Мои слова признательности, благодарности за ваше присутствие здесь. Ждем ваших идей, ждем ваших практик. Любим вас и ждем вас всегда. Спасибо. Спасибо.